Уроки по изучению Библии Иисус пожелал приготовить своих апостолов к тому, что ждало их впереди, в мягких беседах, краткое изложение которых мы читаем в Евангелии от Иоанна, смотрите главы с 13 по 16. Когда ужасная трагедия распятия Иисуса уже расправляла над ними свои крылья, Иисус успокаивал их и укреплял их дух полными заботы, напоминаниями, будущими планами и божественными утешениями. Ободряя таким образом апостолов в 16 главе с 16 по 24 стихи, Иисус в частности готовил их к двойному будущему, к ближайшему и к тому, которое только вырисовывалось на далеком горизонте. Его главная мысль была заключена в слове «вскоре», которое он и апостолы в этих девяти стихах употребляют семь раз. Подошел конец земному служению Иисуса Христа, и великий план искупления, над осуществлением которого он работал в течение всего этого времени, вот-вот должен был осуществиться. Время не ждет никого, но каждый человек может эффективно использовать даже то малое время, которое у него есть. У Иоанна Крестителя было от шести месяцев до года, чтобы исполнить назначенное ему Богом служение. А Иисусу для осуществления того, для чего он был послан, было отведено приблизительно три с половиной года. И, конечно же, в тот вечер четверга Сын Человеческий знал, что времени почти не осталось, и что его работа на этой земле подходила к своей кульминации. Он хотел, чтобы его апостолы были готовы к приближающемуся концу. Какой смысл Иисус вложил в слово «вскоре» в прочитанном нами отрывке? В нем мы видим косвенное указание на то, что Иисус предусмотрел для всего человечества. Он имел в виду, что вскоре у них будет завершенное спасение. «Вскоре», — сказал Иисус, — «вы не увидите Меня», — говорится здесь, в шестнадцатом стихе. Его уход с земли, то, что он больше не будет физически присутствовать со своими последователями, говорил о том, что он завершил свою искупительную работу. Его слова подразумевают, что его работа была почти закончена, и Божий великий замысел для эры христианства уже начал притворяться в жизнь. Как указывает это короткое слово «вскоре», величайшее из всех событий должно было произойти почти немедленно. Уже через час или около того, к Иисусу подойдет толпа, чтобы схватить Его, судить и распять. После Своей смерти Господь три дня проведет в гробнице, а затем воскреснет из мертвых и на протяжении сорока дней будет демонстрировать, что Он жив, и потом Он вознесется к Отцу. Никто на земле не мог знать истинной значимости этих событий. Совсем скоро Иисус завершит Свою работу по обеспечению нашего спасения и вернется на небеса, чтобы занять место справа от Отца и начать царствовать, став главой Церкви. Искупление Церкви и дарование миру возможности спасения досталось ценой мучения и жертвы. Ангелы замерли в благоговении, а мир остался в неведении. Кто не хватается за вечную жизнь, которую предлагал Иисус, тот отворачивается от величайшего небесного дара человеку. Вскоре прошло и наступил день спасения. Давайте же сделаем все возможное, чтобы правильно оценить его. Также этим словом Господь имел в виду, что вскоре у них будет непрерывное общение. Мы читаем «И опять вскоре увидите меня». Это середина 16 стиха. Слова Иисуса, скорее всего, обозначают общение, которое Он обещал тем, кто должен был понести Его Евангелие народам. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. После Его вознесения апостолы опять окажутся в Его присутствии, зная, что Он с ними духовно, хоть и не физически. Иисус пошлет Святого Духа, чтобы обитать с ними в этом духовном смысле. Дух наставит их на всякую истину, поведет их в благовествовании, писании и служении. Благодаря Его водительству они будут знать, что пребывают в воле, благоволении и присутствии Господа Иисуса. Только живущие под водительством Духа могут знать, что духовно находятся в присутствии Иисуса Христа. Дух обитает в нас, чтобы прославлять Иисуса, Господа Церкви. Человек, не знающий присутствие Иисуса, лишил себя величайшего общения, которое может иметь всякий. Кроме этого, Господь имел в виду, что вскоре у них будет вечная радость. Иисус сказал, мы читаем эти слова с 20 по 22 стихи, «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас». Через несколько дней апостолы будут плакать и рыдать, а мир торжествовать, думая, что учение Иисуса стерто с лица земли. Однако со временем апостолы поймут, что та самая причина их плача стала основанием для радости. Смерть Иисуса на мгновение, вызвавшая у мира радость, стала причиной вечной радости апостолов. Иисус сравнил эту феноменальную перемену с тем, как женщина рождает ребенка. Сильная боль женщины при родах становится причиной последующей радости. Ее страдания сменяются радостью, когда она держит новорожденного на руках, став матерью. Постоянное присутствие младенца делает мать безмерно счастливой. После установления христианства во всей его полноте апостолы, как и все христиане, познали бесконечную, непрерывную радость от своего спасения, общения с Иисусом и вечной надежды. Они смогли ясней увидеть, зачем были нужны крест, воскресение и вознесение. Прощение, общение с Иисусом и приход Святого Духа – все это вместе наполнило их сердца небесной радостью. Радость всегда является следствием замечательных реальностей. Радость не самоцель. Когда мы обращаемся к Господу Иисусу, Он входит в наши сердца, пробуждая в них радость. Радость. Никакая земная радость не сравнится с вечной радостью, которую приносит Иисус. Она есть результат Божьего прощения и присутствия Иисуса. Такая радость вечно. Слово «вскоре», которое Иисус употребил в этом контексте трижды, теперь уже не направлено в будущее, так как Его обещание послать Духа исполнено. Вспоминая, что произошло, мы можем определить, чего ждал Иисус – Своей смерти, прихода эры христианства и радости, которую этих событий подарят тем, кто любит Его и доверяет Ему. Мы больше не спрашиваем, что произойдет. Вместо этого мы радуемся тому, что уже произошло, и ходим в обновленной жизни, которую добыл для нас Христос. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Продолжение следует...